На этой летучей ноте очень хочется объявить окончание концерта. Я хочу просто оставить вас наедине с прекрасным. Прекрасным, да, наконец-то. Что-то делай, постепоничный рецепт делай. Не могу, дай это. Сегодня будут две премьеры песни, на самом деле. Знаете, я как подгадал. Секунду, я сейчас делаю. Ты пока говори. Пожалуйста, рабочие сцены Вадима еще. Кстати, был забавный случай. Мы однажды приехали с Вадикой и с Валерой в Свердловск. И оказалось, что дворец культуры, в котором мы должны были выступать, закрыт на ортопедический ремонт. Ни фига не видно. И нас определили выступать в Свердловский цирк. Мы зашли в цирк, естественно, с заднего кирельца. Вся афиша перед цирком была гениальная. Была написана 16.00. Дрессированные гамадрилы с Мадагаскара. 19.00. Барды из Москвы. Я сразу сказал, что забыли, кстати, слово дрессированные. Значит, плохо управляемые, кусучие. Когда зашли в цирк и вдохнули один раз, выдохнули на следующий день в Москве. Потому что рядом жили слоны. О слонах, кстати, расскажет Евгений Николаевич Быков 24.00. У нас будет здесь вечер авторской болотки 2. Мы будем баить то, что мы видели, то, что происходило с нами. И Евгений Николаевич, он как-то укрощал слонов. Ну, это все 24.00. Кто придет, хорошо. Кто не уйдет сегодня отсюда, доживите здесь до 24.00. Ну, это не самое главное. Мы зашли, и доска объявлений, на ней приказы-приказы, там, Скотника Сидорова за связь с Гомодрилом Машей и Олей, там, разные приказы. И после этого перечня очень хороших, значит, слов, вот это истина. Директор Свердловского цирка живодеров. То есть, вот, помните, Лавренев, да, Мичман Курочкин застрелился, к нему командиром Кураедова назначил. Ну, так и здесь было, понимаете. То есть, я понял, что звери в этом цирке обречены на недолгую, но очень бурную и яркую жизнь. Точно так и произошло, когда мы не выдыхаем, потому что... И все, запах Африки застрял. Мы вышли на сцену, а арена, и как? И Валера работал по центру, и я кричал налево, и направо. Друг друга мы не слышали и не видели, может, оно и к счастью. Не знаю. Но поскольку сегодня все-таки... Все-таки преддверие. Вот и старый проводили, вот и новый наступил. На любимую мозоль, да, так, чтобы рост не тусил. Разрывается на части телевизор нецветной. Тот, кто выпил, будет счастлив. Тот, кто выпил, будет счастлив. Кто не выпил, тот больной. О, больной, а по подлюка. А потому, как жизнь одна. Это такая вратце штука, Хошь он, хошь, обьешь до дна. Кто зальет ее шампански, А кто брошкой своей Замагила дивчик шпанский, Замагила дивчик шпанский, Замагила дивчик шпанский. И сердцу будет веселей. В телевизоре телевизор телегелия говорит, Тянут ей лапы к низу, новогодний шар залит, И поёт её же бритый, видят радостные сны. А со старым все макриты, а со старым все макриты, А со старым все макриты перед ногами все равны. А вот и старые проводили, а вот и на улицу ступили, А вот что-то проводили, а кто-то что-то вот наступил, Да, о-о-о, старый я сетой, какие здесь обмороки шарят. Последняя фраза, она потрясла меня до глубины души. Это брат Евгения Николаевича Быкова, Которая служила срочную где-то в морском стройбанке на Дальнем Востоке. Через три года человек вернулся на Урал, Приехал в Москву, и где-то в августе В подземном переходе на Тверской Он увидел небесных созданий в мини-юбках. Вот представляете, матрос так встал и сказал эту гениальную фразу. Старый, я седой, какие здесь обмороки шарят. Я, как старый лингвист, до сих пор пытаюсь расшифровать эту фразу. Кроме эмоций, ну ничего в голову не лезет. Вот так вот, нарочно не придумаешь. Кстати, нарочно не придумаешь. Вот сейчас 2012-й уже, да? А в 2000-м году я был обречен смотреть программу ОРТ. Целых 10 дней. Ночью будет поменять Владимира Борщенко и Жириновский. Кстати, набрал ли он 2 миллиона? Да, 2 миллиона. Подпись. Не-не-не, в этот раз подпись. Только подпись, да. Я очень тревожен за него. И он 12 лет назад сказал, что россияне должны отдыхать. И россияне отдыхали. Но 12 лет назад нормальный человек с 30-го по 3-е рассчитал свои силы, количество. Салат Оливье, корыцы. Ну 3-го-то все и закончилось. А еще, оказывается, неделю надо было что-то есть, пить, жить. А главное смотреть. Ну и вот тогда написалась такая песня. Да, как раз тогда еще, тогдашний министр здравоохранения Зураков отменил льготы для паушек. Это потрясло нас. А в Новый год страна смотрела телевизор. Одни и те же хистеляшки из Ады. Одни и те же мастера прикольных шизы. Хиты, понты и ощущения беды. Из века в век, из года в год вели летали. Все те же лица, все те же звезды под фанеру не в попад. И в Новый год сидели люди и гадали. Когда ж начнется долгожданный звездопад? Деды вздыхали в телевизор, вот где бабки. Не то, что наши нет ни денег и ни льгот. И наступив в который раз на те же грабки, Страна смотрела телевизор в Новый год. А там девчонка залетела, как хотела. Парнишка с грудью, мол, все будет хорошо. Страна дурела, отрывалась и балдела. Из-под стола крича в экран, давай и шои. Там давали сразу всех и сразу многих. Кумиры прыгали с канала на канал. Все те же песни, те же шутки для убогих. Безумный, вечный, бесконечный сериал. И вечный шагер, и покой нам только снится. Куда ни плюнь, звезда звездою говорит. Все те же маски, непохожие на лица. Десятидневный метод, гипер-супер-хит. Но деньги кончились, экраны опустили. И мертвый город пьяно спит и видит сны. В мозгах бушуют предпохмельные метели. Намереваясь не кончаться до лица ныли. Но кто ж так просто клиентуру отпускает? Но кто ж из этих цепких лап куда уйдет? И телевизоры экраны зажигают. Страна вставай. Страна вставай. Страна вставай, мы повторяем Новый год. А вы теперь скажите мне, что изменилось за эти 12 лет? Ну девчонку с грудью, мальчонку с грудью стали показывать чуть меньше. Вон там Лаша Тумбай, Раша Гонбай сказал неловко. Фикции не татят, я тут же не подправляю. Перекрыли кислород, жалей, и миллиардера стал миллионером. А ничего не изменилось. Когда я смотрю, что телевизор думает, что страна только и ждет, чтобы понять, почему у Филиппа с Аллой не получилось. Или почему у Аллы получилось с Максимом. И следующее, почему, естественно, две логические посылки, почему не получилось у Филиппа с Максимом. Это надо ожидать этого. Раз, два, три. Я не знаю. Уже пошли дискуссии, поэтому... Вот. А песня, которую я так и не спел перед Новым годом, но все-таки я сейчас хочу вспомнить, воскресить старое, это когда один раз в жизни... Ну, я так радуюсь, что не каждому, наверное, это оно. Я один раз в жизни был в шкуре Дедушки Мороза, причем, как я понимаю, в свежесодранной шкуре. Кровь еще не успела запустеть. Поэтому шуба-то и красная. Я тогда работал в газете «Вечерняя Казань». Я жил в Казани, я жил долго, счастливо, можете поверить. Я работал в газете «Вечерняя Казань». И однажды, работая в газете «Вечерняя Казань», пришли люди из соседнего казанского молодежного центра. Они ходили к нам обедать, зашли ко мне в отдел, посмотрели на меня и сказали, «Ты толстый». Я сказал, «Открыли Америку, е». Они так еще посмотрели, как-то, знаете, так-то... Нормально. Говорят, вот у нас будет две елки для детей сотрудников Казанского молодежного центра. Нам нужен Дед Мороз. Дешевый Дед Мороз, как я и помню. То есть бесплатный Дед Мороз, который в результате оказался бездаржным. Я не скрываю этого. Почему-то я хитро сразу сказал, валенки должны быть с калошами. Я не знал еще, что, к чему, но я попросил калоши. Они скажут, это не вопрос. В назначенное время я пришел в Казанский молодежный центр. В фойе стояла елка, богато наряженная. Детей было человек 12. Родителей было раза в три больше. Видно, пришли все, которые, как говорится, не подозревали о своем отцовстве. Но тем не менее... И я-то думал, да, мне дали плисовый синий халат, мне дали бороду, усы, помадой намазали нос, шапка, кудри, валенки с калошами и посох вымазанный синей гуашью, который доставлял следы на всем живом и неживом. Посох был, как карандаш самоделки. И я думал, что я говорю, что детишки, здравствуйте, дети там записывают от восторга, и праздник пойдет по течению совершенно непредсказуемого. Я вышел, сказал, здравствуйте, детишки. Здравствуйте, и в Повороте сказали 12 обреченных на вечность детей. Я сказал, поздравляю вас с Новым годом. А-а-а, сказали дети. А дальше я понял, что говорить не о чем. Ну это ладно, самое страшное, говорить не о чем. Я начал судорожно лапать по местам, где должны быть карманы у этой шубы, карманы не было, я думал, что и риски лежат. И я начал глубокомысленно помахивать этим посохом. Гуашек летал в разные стороны, я говорил, дети, я пошел вокруг елки. Когда восьмой раз я проходил, дети, вы еще здесь, типа. Тут уже напряглись родители. Как-то они поняли, что не по сценарию прошло лучше. Потом я зашел за елкой и решил не выходить. Мол, уйдут. Минут пять прошло, семь. Я выглянул, сидят. И пока я выходил из-за елки, мне в голову пришла мысль, я вдруг стал говорить, здравствуйте, дети, они, говорят, здоровались уже, родители. Я говорю, а как вы тут, а почему у нас нет снегурочки? О-о-о. Это вопрос вопроса был. Дети задумались. Я говорю, вы знаете, она к нам шла, но волк серый, ее в подъезде притиснул, начал лапать, масса там есть, и говорят, да сейчас, дети, пойдем, волку лапки оторвем, голову разобьем, хвост оторвем нафиг. Вот же это тип, там ребенок что ли? Закройте уши, это страшно. Я из-за этого и сказал, и не уехал. Дети просто, они как-то так не поняли, как это... Ну, вроде тоже сказочный персонаж, серенький волчишка, да? А тут такая кровавая баня, значит. Родители напряглись, и я довольный тем, что я отработал, в первую елку. Я сказал, а сейчас все вниз, внизу, в углу. Я это точно знал, в углу за 3,50 податки. Податки стоило 3,50. О, ребенок-то не один. Там написано, дядя Леня, не рушьте сказку. Ну, я... Значит, это вторая елка была, через полчаса. Я вышел в спортзал, который с дверью соприкасался с этой... с этим фойей, где стояла елка. Я сел на лавку, и я честно вам говорю, ни слова лживо, что я рассказываю, я уснул. Была очень сильная энергопотеря. Ну, просто погрузился. Значит, я проснулся от удара, бегали вокруг воскеталисты, юные, и кричали, дедушка мороз пьяный. А я способом, представляете, такой чудился, и крапинный. Я говорю, нет, дети, дедушка мороза очень устала, только что из лапландии. И шпом в Казайск. И... Опять, значит, второе пробуждение было страшным. Такая женская шпилька, лодочка вошла в ребро, и даже плисовый жилет не спас. А-а-а! Методист Казанского молодежного центра стоял надо мной и злобно говорит, что ты спишь, дети охрипли, тебя выкликают. Я услышал, знаете, так краем букли. Дедушка мороз, и весь там раз в десятую кричали, дети бедные. И я, значит, ну как же, детей нельзя обманывать. Это я писал, что домой. И я помахиваю этой палкой, значит, я выскочил. Потом мне рассказывали, что во сне борода сбилась нахуй. Усы, правда, остались на месте, но помада расплылась. И представьте, такое вот окровавленное, бородато-усатое чудовище, чуйё такое выскочило, здравствуйте, да-да-да-да! И дети, вот человек в общем было, слава богу. То есть, инурезы было всего всем случаем. Родители напрыгали сразу. Родители, по-моему, остались те же, которые были до этого. Они знали, на кто-то. И я, значит, уже сразу сказал, почему, лес, снегурочки, серый волк, там, и ётрохбабах, мы сейчас серый волк, и всё. А и ушёл за ёлку, всё. Это заняло секунд 20. Я стоял за ёлкой, думал, сразу убьют, или там, сначала снимут реквизит, типа, дедушка, снимите, калоши, потом валенки, а потом, а-а-а-а! Потом заиграла, знаете, тогда были эти, Йоника, органола Йоника, тогда были очень модные, и вот кто-то заиграл, там-та-ра-дам, та-ра-дам, та-ра-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, та-ра-дам, и какая-то сволочь, микрофон сказал, а сейчас танец Дедушки Мороза. Я думал, ну, танец Дедушкой Морозом, я же не Дедушкой Морозом, я же страшная пуговая, оказывается, я был Дедушкой Морозом, меня вытащили за руки, и я пошёл танцевать. Я танцевал с криками, мать ваша, не договаривались так, а-а-а-а! Потом я решил пойти в присядку, я присел и упал сразу. Я нашёл образ, я вытянул два коленца, и это были оба свои. И я так сижу, а пыль, поскольку натоптали предыдущие, и пыль такая, знаете, в лучах прожекторов, там-та-там, та-да-дам, а я сижу такой, и глаза детей, я не забуду их, я говорю, я говорю, дети, внизу за 3,50, углу. И дети с рёвом, знаете, так, а-а-а-а! Полезница. И чёрт меня дёргал, вот я до сих пор запомню, я не могу бросить себе, я вслед им крикнул, я вам всего мне приснюсь. Зачем я это сказал? Я так и не понял. Ну, вот, к вуе присоединились родители. Они уже стали оберегать телами детей. И одна женщина, она в рейергарде, так она отступала, как на них, так, змейкой уходила, так глядя на меня. Она говорит, ох, как скучно-то! И так, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. А я сижу, такой способом с этим, я говорю, да не скучно, женщина, это страшно. После этого я сложил варежки, снял валенки с колошек, шапку, отдал этим работникам Казанского молодёжного центра и принужден был уехать из города Казань. А всю пору проживаю в городе Москве. Здесь ещё ни разу Дедом Морозом не был. Но песню написал. Вы понимаете, почему я уехал и стал с ним в своё время? И сколько детей писается на психолог. О-о-о, не продавайте мать. В общем, дети, там дедушка с ёлки упал, его забрали в психушку, а теперь он выступает в листьях двух орядах. Так, и немедленно выпалил. Завершая тему Нового Года, всё-таки я вспомнил Новый Год, который был в мире пару лет назад. И сегодня я спою песню в том виде, в котором она написалась «Так, да». Пел я её немножечко по-другому, а сегодня я спою её так, как написалась «Так, да». Потому что погода была та же самая, что и сейчас. На декабрьском мостовой Лакированный дождями Пьяный дедушка Мороз С прохудившимся мешком Красный нос, конечно, слой. А в мешках, чтобы глазами Есть местечко для слёз, Убегающих тайком. Ветер времени суров, он не знает сострадания, Он швыряет колкий снег На побитой море юблис, Одинокий человек, согреваясь вперёд на бис. Непонятные дома, Непонятная погода, Непонятная погода, Закат очень средней полосы, Ветер сам уже подмёрз, Забывает их спадать, И снежина, чья мошка В душу норових залезть, Выпивает декорос, Потому как нет подарка, Потерялись из мешка, Стыд и совесть, ум и честь. Вот такая вот зима, На задворках мироздания, Нескончаемый закат, Очень средние полосы, Равнодушные дома, Где исчезло сострадание, Верния, 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 Верния... Ну, а вот сейчас кого бы хотелось поздравить с Новым Годом? Я тут написал себе, ну, ну, во-первых, всех вас это естественно. А, есть некоторые персоналии, которых хотелось бы. Чуть-чуть гитару потише будем, вот в подсумке, ладно? Есть один человек, он живет на другом краю света. В феврале, 17 февраля, этому человеку будет очередная дата. Это Перрис Хилтон. Обожаю Владимиру в шоколаде. Владимир. Ну, здравствуй, дорогая Перрис Хилтон. Пишу тебе из города Москва. У нас тут есть отец с названием Хилтон. У нас была гостиница Москва. Меня зовут Степанова Тамара. Учусь я третий год в девятом бы. Конечно, Перрис мы с тобой не пар. Поскольку группу я люблю-любую. Ах, Перрис-Пырис-Пырис, Ты супер, ты улёт. Ты жгучая, как перец, Ты сладкая, как мёд. Ты вкусная, как херес, Ты закуси в борту. Ах, Перрис-Пырис-Пырис. Девчоночья мечта. Мне нравится, что где-то по приколу Летишь над миром ты во всей красе. Мы тут плеснули спирта в кексиколу. Ты не поверишь, улетели в щит. Я пергидролем выкрасила волос. Я в профиль просто ты, Не встать ни в седьмом. А волос, ну что сказать тебе про волос? Вообще-то у меня-то волос есть. Слушай. Девчоночья, глуп и малая шарапа у вас. Ах, Перрис-Пырис-Пырис, Ты супер, ты улёт. Ты жгучая, как перец, Холодная, как лёд. Ты вкусная, как херес, Ты закуси в борту. Ах, Перрис-Пырис-Пырис. Ах, Перрис-Пырис-Пырис. Ах, Перрис-Пырис-Пырис. Ах, Перрис-Пырис. Ах, Перрис-Пырис. Ты вздохла сразу. А вот я живу. И грех, жеглов, И малая шарапа у вас. Ах, Перрис-Пырис-Пырис, Ты супер, ты улёт. Ты жгучая, как перец, Ты сладкая, как мёд. Ты вкусная, как херес, Ты закуси в борту. Ах, Перрис-Пырис-Пырис. Ах, Перрис-Пырис. Ах, Перрис-Пырис. Ах, Перрис-Пырис. Ах, Перрис-Пырис. АПЛОДИСМЕНТЫ Естественно, я хотел бы поздравить с этим наступающим старым Новым годом Валерочкой Мищука. Пожелать ему здоровья. Дай Бог ему всего, всего, всего. Значит, стих посвящения Валерию Мищуку и песня на его мелодию. Шель не прилетела. Нет, шель не прилетела. Это когда, откуда шель взялась, когда Виктор Семенович Берковский, Царственное небесное, рассказал в Америке концерт. И он поёт Гренаду. В Америке из заднего ряда поднимаются рыжие, ражие, щирые, хухолы. Говорит, Виктор Семенович, шель не вечер. Так что шель не прилетела. Вы эти, да, имя можно хлопать. Не только участников концерта. Я живу в огромном мире, в однокомнатной квартире. Шесть умножить на четыре, вот и весь ее метраж. Я живу и в ус не дую, я прекрасно существую и ни капли не рискую взятым быть на абордаж. Слева знойное соседство, справа старенькое детство, посредине самоедства аж до третьих петухов. Серебрид рассвет окошко. Где же бродит эта кошка? Не бывает понарошку отпущения грехов. В тишине звенящей молча я листы бумаги порчу. Кто ж наводит эту порчу, что мешает тихо, жи и тихо топит по дорожке. Где же бродит эта кошка? Забежала бы на немножко, было б с кем поговорить. На стене листы бумаги, словно сдавшиеся флаги, а на них обломком шпаги грифель от карандаша. Словоместа не находит, кто мои рукой уводит. Где же кошка эта бродит, лишь на глаза и душа? Тень скользнула по паркету, переломан лучик света. Как хорошая примета дождь ударился в окно. В однокомнатной вселенной С теплой грелкой на колену Мы мурлычим вдохновенно. И что будет, все равно. Циферблат с будораженным ежиком Начал время гонять по углам. Малосвольный огурчик скукоженным Аккуратно делю пополам. Ну, поехали, зеркало в трещину За конец календарного дня Да за ту незабытую женщину, Что совсем потеряла меня. Ну, поехали, зеркало в трещину За конец календарного дня. Да за ту незабытую женщину, Что совсем потеряла меня. Я бродил по дорогам придуманным, Выбирая пути наугад. И гитара с потёртыми струнами Не давала вернуться назад. И летелась, и пелась, и мучила Душу ровнула на несчастных шести. И казалось, что самое лучшее За ближайшим изгибом пути. И казалось мне крест свой несущему, Что не кончится этот полёт. Ну, а та ожиданием живущая Всё простит и, конечно, поймёт. Время ёжик-глубочком свернувшийся Укатило по лестнице вниз. И сижу, ещё не вернувшийся, Но уже не боющий на бис. Где-то ждёт незабытая женщина И на ниточке крутит кольцо. То ли зеркало, слишком уж трещинно, То ли просто лорщин лицо. АПЛОДИСМЕНТЫ А нет никого, совершенно случайно, Кто бы родился вообще тринадцатый шестой? Ну или четыре? Есть! 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 Тогда для вас премьера песни. Вот как знал, а? Вот. Первый раз её исполняю. Как вас зовут? Ирочка. О! И жена, и дочка Иры. Да. Ирина, значит, родная. Сколько ж вам исполнилось, Милый друг, Что сегодня вспомнилось? Как-то вдруг Вот вокал наполнился Кое-чем Кто сегодня вспомнился И зачем? Из огня до в полымя Столько лет Вы живёте вовремя Или нет? У кого не спрашивают Все земные А во что окрашены Ваши сны Дни рожденья страдные Праздники В них живут обманные Сквозняки Вроде только минуло Двадцать лет Думало и сгинуло Нет, да нет Ни к чему о прошлом Слёзы есть Лучше по-хорошему Нынче жить Наливаем рюмочки По полотне По полотне Закрываю форточки По полотне Сколько ж… Сколько ж нам исполнилось Милый друг Что ж сегодня вспомнилось Как-то вдруг Как-то вдруг Редактор субцитров В тот же лес Сavourим Спасибо.